Постановлением Совета Министров СССР от 11 марта 1947 года Ильюшин уставилась задача построить бронированный штурмовик с мотором М-45Ш. По заданию требовалось обеспечить следующие основные летные данные. Максимальная скорость у Земли 500 км в час, на высоте 3000 метров, 560 км в час, практический потолок – 8000 метров, максимальная дальность полета – 1200 км. Вооружение самолета должно было включать 6 пушек калибра 23 мм, 1 оборонительную пушку калибра 20 мм. Он должен был нести 400 кг бомб и 6 реактивных орудий калибра 132 мм в счет перегрузки. Самолет должен был иметь улучшенный обзор летчику вперед-вниз и в стороны и более эффективное бронирование по сравнению с серийным штурмовиком Ил-10М42. Здесь следует сказать несколько слов о моторе и М-45Ш или МФ-45Ш. Мотор создавался как модификация М-45 для штурмовых самолетов. Он оснащался аппаратурой впрыска водо-спиртовой смеси на режиме взлета, агрегатом винт, газ, позволяющим управлять работой винта и мотора при помощи одного рычага, и механизмом для работы с реверсивными винтами, что обеспечивало сокращение длины пробега. Мотор был приспособлен для работы с топливами разной сортности. При использовании высокооктанового топлива типа Б-115-145 мощность мотора достигала 3000 л.с. на взлете и 2600 л.с. на номинальном режиме. Для получения такой же взлетной мощности при использовании топлива с пониженным октановым числом типа Б-100-130 применялся впрыск водо-спиртовой смеси. Без использования водо-спиртовой смеси взлетная мощность не превышала 2800 л.с. Номинальная мощность при этом составляла 2500 л.с. Для облегчения эксплуатации мотор имел систему автоматического управления режимом полной взлетной мощности в зависимости от октанового числа применяемого топлива. Мотор М-45Ш удачно сочетал вполне приемлемый вес – 1220 кг, и высокую взлетную мощность с весьма небольшими удельными расходами топлива на экономичных режимах работы. Эскизный проект штурмовика Ил-20СМ-45Ш был разработан в феврале 1948 года и 4 марта этого же года принят к рассмотрению в НИИ. ВВС Ответственным исполнителем был назначен инженер-майор Фрелов. Заключение на эскизный проект поступило в аппарат главного инженера ВВС 17 апреля 1948 года, но генерал-полковник Марков утвердил его только 19 июня. Самолет, получивший обозначение Ил-20М-45Ш, предназначался для подавления и уничтожения живой силы и технических средств на поле боя в тактической глубине расположения противника. Как отмечал позже Илью Шин, при проектировании Ил-20 особое внимание уделялось достижению наилучшего обзора для повышения точности прицельного огня по наземным целям. Ради этого была принята новая компоновочная схема самолета. По схеме самолет представлял собой низкопланцельнометаллической конструкции. Кабина летчика располагалась необычно, непосредственно над мотором, и была до предела выдвинута вперед с целью достижения наилучшего обзора. Переднюю часть кабины образовывала поставленное под углом 70 длинное лобовое бронестекло. Это обеспечивало обзор вперед-вниз под углом 37 градусов. При пикировании под углом 40-45 градусов летчик мог видеть цели, находящиеся практически под самолетом. За кабиной летчика располагались бензоимослобаки. За ними находилась кабина-стрелка, дистанционно управляющего 23-мм пушкой, размещенной в подвижной установке ИЛВУ-11 с гидравлическим приводом и механизмом для обвода ствола пушки по контуру фюзеляжа и хвостового оперения, в целях защиты их от поражения собственным огнем. Установку ИЛВУ-11 спроектировали в ОКБ и Ильюшина. Она обеспечивала большие углы обстрела в верхней части задней полусферы, вверх, в 80 и вправо и влево, по 90 максимальная угловая скорость перемещения оружия в подвижной установке составляла 40-45 градусов в секунду. Для защиты от атак истребителей противника со стороны задней нижней полусферы снизу фюзеляжа установили кассету ДАК-10, в которую загружались 10 авиационных гранат АК-2. Хвостовое оперение, однокелевое, крыло и горизонтальное оперение, трапеции видны и в плане. Воды и мыслорадиаторы размещались в центроплане, воздухозаборник мотора, в нижней части фюзеляжа, в районе переднего обреза крыла. Колеса шасси убирались в центроплан с поворотом в АК-косе на 90 как на самолете Ил-10. Хвостовое колесо также убираемое. Кабины летчика и стрелка, мотор, системы питания топливом и смазки, системы охлаждения находились внутри бронекоробки. При этом передняя и нижняя часть бронекорпуса с мотором имела две плоскости разъема, по полу кабины летчика и по заднему торцевому шпангу УТУ. Это позволяло быстро снять неисправный или поврежденный мотор вместе с бронекапотом и заменить его другим мотором, заранее установленным на такой же взаимозаменяемый бронекапот. Фонарь кабины летчика имел лобовое бронестекло толщиной 100 мм и два боковых передних бронестекла толщиной 65 мм. Позади летчика устанавливалось бронестекло, также толщиной 65 мм. В верхней части кабины с боков фонаря предусматривались броневые листы толщиной 10 мм. Борта кабины имели толщину 8 мм. Задняя перегородка за летчиком выполнялась из брони 10 мм. В ее нижней части 15 мм. В ее верхней части. Стрелок сзади защищался 100 мм бронестеклом, с боков 65 мм бронестеклом, передним верхним броневым листом за бензобаком и бортовыми 6 мм листами, нижним бронелистом толщиной 8 мм, верхней и нижней экранированной броней, два броневых листа толщиной по 8 мм, каждый с промежутком между ними. Бронирование мотора включало бронекорытое из листов толщиной 6, 8 и 12 мм, защищающее его спереди, снизу и с боков. Верхний лист бензобака толщиной 4 мм, боковые листы 6 мм и плиты за бензобаком 10 мм полностью прикрывали его с тех сторон, где не было другой брони. Радиаторы защищались с боков листами 4 мм, щитком радиатора внутри бронекрыто моторов 6 мм, нижними бронелистами толщиной 8 мм, двумя 10 мм бронезаслонками вода и маслорадиаторов. По сравнению со схемой бронирования ИЛ-10 толщина металлической брони на ИЛ-20 возросла в среднем на 49%, а прозрачной на 59%. Общий вес металлической брони составлял 1840 кг, а прозрачный – 169 кг. Самолет предполагалось оснастить современным пилотажным, навигационным и радиосвязным оборудованием, тепловой противообледенительной системой. Это расширяло возможности его использования в сложных метеоусловиях. Наступательное вооружение штурмовика предусматривалось в двух вариантах. Первый вариант включал две крыльевые пушки калибра 23 мм для стрельбы вперед на пикировании или планировании две 23-мм пушки, установленные под углом 22 градусов к линии полета, для обстрела наземных целей сбреющего полета. Емкость бомбодержателей позволяла подвесить до 1000 кг бомб. Однако нормальная бомбовая нагрузка ограничивалась 400 кг, а в перегрузку – 700 кг под крылом. В перегрузку предусматривалась установка четырех реактивных орудий ОР-132. Второй вариант вооружения предполагал использование одной пушки калибра 45 мм, двух 23 мм пушек и шестера ОР-132. Бомбардировочное вооружение оставалось без изменений. В представленных материалах эскизного проекта рассматривался и второй вариант оборонительного вооружения ОР-20. Вместо верхней оборонительной установки ИЛВУ-11 предусматривалась кормовая пушечная установка ИЛКУ-8, расположенная в хвостовой части фюзеляжа самолета. Она обеспечивала защиту самолета в задней полусфере от атак истребителей со всех направлений. ИЛКУ-8-стрелок находился в бронекапсуле, он был защищен бронестеклом толщиной 100 мм и изогнутый по контуру установки металлической бронёй толщиной 10 мм, с боков бронестёклами толщиной 65 мм, сзади – 4-мм и с боков 6 мм бронелистами. Для первого варианта вооружения и компоновки вес пустого самолёта составлял 7535 кг, нормальный полётный вес достигал 9500 кг и в перегрузку 9820 кг, а для второго варианта – 7810, 9780 и 10100 кг. Соответственно, посадочный вес – 8130-8420 кг. По расчётам с четырёхлопастным винтом диаметром 4,2 метра максимальная скорость полёта самолёта достигала 450 км в час у земли и 509 км в час, на высоте 3000 метров. Время набора высоты 5000 метров составляло 12,5 и 13,5 минуты. Разбег при взлёте – 500 и 520 метров. Соответственно, Дальность полёта с 400 кг бомб достигала 1180 км с нормальной нагрузкой и 1630 км в перегрузку. Специалисты ОКБ Илюшина считали, что Ил-20 имеет серьёзное тактическое преимущество перед серийным штурмовиком Ил-10 при атаке наземных целей. Основным способом уничтожения наземных целей самолётами штурмовой авиации являлось бомбометание и стрельба из пушек и ракетными снарядами с пикированием под углом 25-30 градусов. Учитывая, что Ил-10 на пикировании быстро набирал скорость, время на прицеливание и ведение огня было небольшим. Поэтому для надёжного поражения цели требовалось выполнять несколько заходов. Однако затраты времени на построение повторных заходов позволяли противнику укрыться или рассредоточиться на местности. В то же время хороший обзор позволял лётчику Ил-20 открывать огонь по цели, например, по мото-механизированной колонне, из фюзеляжных пушечных установок в горизонтальном полёте с большой дистанции, находясь вне зоны эффективного действия зенитных средств противника. При переходе в пикирование на цель открывался огонь из крыльевых пушек и на выходе из пикирования вновь открывался огонь из фюзеляжных пушек и сбрасывались бомбы. Несмотря на ряд оригинальных идей, эскизные проекты Ил-20 отклонили как несоответствующее постановлению Совета Министров СССР и тактико-техническим требованиям ВВС. Одним из основных недостатков считались невысокие скорость полёта и маневренные качества самолёта, которые оказались даже хуже, чем у серийного штурмовика Ил-10АМ-42. Дальность полёта в перегрузочном варианте нагрузки при расчётах была завышена на 135 километров. Военные требовали обеспечить лётные данные самолёта не хуже заданных постановлением Совета Министров и ТГТ ВВС. Наступательное вооружение также не удовлетворило военных, как по схеме размешения, так и по составу. Отмечалось, что огневая мощь Ил-20 меньше, чем самолёта Ил-10. Вместо шести пушек по заданию самолёт имел только четыре. При загрузке самолёта противотанковыми бомбами весь бомбовой загрузки составлял 300 килограммов, а должно быть 400 килограммов ракетных орудий было на два меньше требуемого. Кроме того, одновременно можно было вести огонь только из двух пушек, либо крыльевых, либо фюзеляженных. Вполне обоснованно была поставлена под сомнение сама целесообразность установки пушек под углом на самолётах-штурмовиках, поскольку эффективность стрельбы при такой организации огня будет явно невысокой. В этой связи предлагалось использовать наработки Мужаровского и Веневедова при создании синхронно-подвижных стрелково-пушечных установок типа КАП. При этом в качестве временного решения допускалась установка пушек на качающейся установке, имеющей два положения стволов пушек, по горизонту и под углом. Прицел для бомбометания с пикирования проектом не предусматривался. В то же время бомбометание с горизонтального полёта при угле обзора вперёд-вниз 37 могло производиться на скорости 470-460 км в час высот до 1300-1400 годов КМ. Военные сочли оборонительную пушечную установку ЮКУ-8 более выгодной в тактическом плане, несмотря на некоторый рост полётного веса самолёта. По мнению специалистов НИИ ВВС предложенная ОКБ Ильюшина компоновка с размещением кабины лётчика в носу самолёта над мотором наряду с прекрасным обзором для лётчика вперёд-вниз. Правда, лишь в очень узком секторе, обзор в стороны и вперёд остаётся таким же, как у Ил-10, обладает рядом серьёзных недостатков. Значительно увеличивается медель фюзеляжа и его боковая поверхность, что приводит к ухудшению аэродинамических качеств, возрастанию веса пустого самолёта и увеличению вероятности поражения машины огнём противника. Распределение установленной на самолёт брони произведено по большой поверхности, вследствие чего нельзя отметить значительное улучшение броневой защиты отдельных агрегатов самолёта от огня истребителей противника в сравнении с Ил-10. Всё сводится на нет нерациональной компоновкой самолёта. Схема бронирования обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 мм и снарядов калибра 20 мм. Защита от бронебойных снарядов калибра 20 мм в задней части не обеспечивается. Требуется установить экранированную броню толщиной 8 плюс 8 мм. Крайне усложнялась эксплуатация винтомоторной группы вследствие фактического отсутствия нормальных подходов к мотору и его агрегатам. При всех работах, связанных со съёмкой блоков мотора или их крышек, было необходимо снять мотор с самолёта. Всё работы на моторе механик может выполнять, находясь только в положении головой вниз. Лётчик в кабину попадает только при неработающем моторе. При покидании кабины в воздухе или при аварийной посадке можно было запросто попасть под вращающийся винт. Следствием предложенной схемы считалось, по сравнению с СИЛ-10 увеличение полётного веса на 3165 кг, а вес нагрузки только на 300 кг. Весовые характеристики не совсем удовлетворительные. Вес нагрузки к весу полётному – 20,6%. В материалах заключения указывалась, не совсем удачная схема. Более целесообразным было бы установить на самолёт мотор с длинным валом к винту. Это позволило бы, сохраняя достоинство расположения лётчика в носу, убрать отмеченные недостатки. Тем временем 12 июня 1948 года вышло постановление Совета министров СССР, согласно которому главный конструктор завода 240 МАП Ильюшин обязывался построить опытные экземпляры двухместного бронированного штурмовика с мотором М-47 с двумя вариантами наступательного и оборонительного вооружения со сроком предъявлений на государственные испытания в декабре 1948 год. Мотор М-47 представлял собой улучшенный вариант мотора М-45 ша с нагнетателем объёмного типа, обеспечивавшим высокие значения наддува. Пока эскизный проект Ил-20 рассматривался военными специалистами, на заводе номер 240 строился макет самолёта в варианте Силву-11 и с мотором М-47. Как отмечается в документах, макет разрабатывался без переработки эскизного проекта и устранения недостатков, отмеченных НИИ ВВС в заключении по эскизному проекту. Заседание Государственной макетной комиссии состоялось 14 июля 1948 года. Макет был признан недоработанным. Обзор вниз в сторону оказался хуже, чем на Ил-10. Кабины располагались слишком близко к винту, что небезопасно при её покидании, а при аварийной посадке велика вероятность повреждения кабины лопастями винта. На макете не предусматривались аварийный сброс фонаря из АШ, этное противокопотажное устройство. Эксплуатация самолёта считалась излишне сложной. Среди положительных качеств отмечался отличный обзор вперёд-вниз и возможность установки подвижных в вертикальной плоскости пушек, позволяющих атаковать площадные цели с горизонтального полёта на высотах от бреющего полёта до 700-800 метров. При обсуждении макета Ильюшин заверил членов макетной комиссии, что при постройке опытного экземпляра самолёта в крыле будут установлены 4 ограниченно-подвижные пушки калибра 23 мм и устранено большинство выявленных недостатков. Тем не менее, комиссия отклонила макет, как не отвечающий требованиям, и предложила главному конструктору вторично предъявить макет после доработок и устранения отмеченных в протоколе комиссии недостатков. Главнокомандующий ВВС маршал авиации Вершинин утвердил протокол макетной комиссии 21 июля. Несмотря на отрицательное заключение ГКНИ и ВВС по проекту и отклонению макета ИЛ-20 госкомиссии, один опытный экземпляр самолёта СЛВУ-11 всё же начали строить. 1 сентября готовность самолёта в металле составляла 50% и велась сборка основных частей самолёта в стапелях. Старший воинпред ГУИАС ВВС на заводе номер 240 пытался протестовать, но его никто не слушал. Очевидно, такое положение дел было ненормальным. Последовал доклад наверх по инстанциям. После ряда попыток офицеров главкомата и АТК ВВС выяснить, на каком основании игнорируется мнение заказчика, маршал Вершинин 14 сентября официально обратился к министру авиационной промышленности Хруничеву за разъяснениями. В своём письме главком просил обязать главного конструктора. Или уж и надо работать макет самолёта-штурмовика с мотором М-47 в соответствии с требованиями, изложенными в протоколе макетной комиссии, и предъявить макет для повторного рассмотрения. Судя по всему, реакция от промышленности не последовала, так как 27 сентября на имя Хруничева поступило ещё одно письмо по вопросу строительства самолёта-штурмовика ИЛ-20 за подписью начальника главного штаба ВВС генерал-полковника СУЦА, который в это время исполнял обязанности главкома ВВС. Внимание министра тактично обращалось на то обстоятельство, что, со времени окончания войны на вооружение ВВС ещё не поступил новый самолёт-штурмовик, несмотря на то, что ВВС ежегодно заказывает этот тип самолёта. В 1946 году заказ ВВС на самолёт-штурмовик с мотором М-43 не был выполнен вследствие того, что мотор М-43 был снят с производства. В 1947 году постановление правительства о создании нового самолёта-штурмовика также выполнено не было. В 1948 году эскизные проекты и макет самолёта-штурмовика с мотором М-47, предъявленный главным конструктором завода номер 240 Ильюшином, был ВВС отклонен в основном вследствие неудовлетворительной схемы компоновки самолёта и размещения вооружения. В заключении судец спросил Хруничева дать соответствующие указания и разработки самолёта-штурмовика в соответствии с требованиями ВВС ВС во исполнение СССР от 12 июня 1948 года. 1 октября Ильюшин направил на имя Вершинина письмо, копия Хруничеву, в котором он официально разъяснил свою позицию по самолёту Ил-20. Ильюшин указывал, из материалов макетной комиссии следует, что макетная комиссия отклонила не макет, а то новое, что даётся к этому самолёту, а именно, его схему. Замечание по самому макету незначительное и легко могла иметь место полная договоренность по этим замечаниям, если бы не был заранее предрешён вопрос о неприемлемости предлагаемой мною схемы бронированного штурмовика. Макетная комиссия, не имея возможности обойти молчанием огромные преимущества предлагаемой схемы в отношении боевой эффективности самолёта, выдвинула ряд требований и малосущественных возражений, на которые иною даны соответствующие разъяснения по протоколу макетной комиссии. Считаю необходимым ещё раз поставить перед вами мап вопрос о предлагаемом мною самолёте, с просьбой обсудить его с личным вызовом меня на это совещание. Расчёты, проведённые в ОКБ-240, показывали, что компоновка перспективного штурмовика с мотором М-47 по схеме Ил-10 не имеет явных преимуществ по сравнению с компоновкой самолёта Ил-20. Была выполнена проработка двух вариантов штурмовиков по схеме Ил-10, вариант Ил-20Б и вариант Ил-20В. Вооружение у всех трёх вариантов было одинаковым. Четыре пушки Ша-3 в крыле для стрельбы вперёд-вниз, одна пушка Ша-3 в подвижной установке для стрельбы назад и вверх и 400 кг бомб, 1000 кг в перегрузку. Максимальная скорость полёта на расчётной высоте 3000 метров составляла 510 км в час Ил-20. Новая схема – 515 км в час вариант Ил-20Б и 550 км в час Ил-20В. Нормальная дальность полёта в 1100 км обеспечивалась у всех трёх вариантов за счёт внутренних запасов топлива, но максимальная дальность в 1500 км, только у Ил-20, новая схема – Ил-20Б. Вариант Ил-20В мог летать на такую дальность только при использовании подвесных топливных баков. При этом полётный вес Ил-20В получался около 8600 кг, а Ил-20Б достигал 9350 кг – всего на 100 кг меньше, чем у Ил-20 – новая схема. В заключении Ильюшин ставил у военных и Министерства авиапромышленности перед свершившимся фактом, что самолёт закончен постройкой и выходит на заводские лётные испытания. Здесь уместно напомнить, что подобный маневр – постройка опытного боевого самолёта без согласования с ВВС проекта и макета, Ильюшин удачно провернулся Ил-10 и Ил-16. Что из этого получилось, всем было известно, теперь в третий раз, это не могло не раздражать заказчика. Реакция ВВС на заявление Ильюшина была очевидной и достаточно жёсткой. От МАП и Ильюшина потребовали в полном объёме выполнить постановление Совета Министров СССР по самолёту Ил-20. И все пункты заключения НИИ ВВС по эскизному проекту и протоколу макетной комиссии. В этой ситуации ХРУ ничего-ничего не оставалось. Как 9 октября обратиться к начальнику генерального штаба маршалу Васильевскому с просьбой дать указание ВВС о созыве совещания с представителями МАП, для рассмотрения этого вопроса. Как следует из доклада председателя АПК ВВС генерал-майора Пономарёва, 18 ноября генерал-полковнику Суцу, опытный Ил-20 осмотрел заместитель главкома ВВС по боевой подготовке генерал-лейтенант Степичев. Им были отмечены следующие недостатки самолёта. Осталось штурвальное управление, вместо ручки управления, лётчик и стрелок разобщены бензобаком, не отработаны вопросы пикирования, нет тормозных щитков, не обеспечено тушение пожара в районе бензобака, установлены 4 пушки вперёд вместо 6, и далее сперечня замечаний ГКНИ и ВВС Государственной макетной комиссии. Тем не менее, 20 ноября 1948 года на заводе номер 240 начались официальные заводские лётные испытания самолёта. Ил-20М-47 ведущим инженером был назначен Виноградов, ведущим лётчиком-испытателем В.К. Кокинаки. Первый полёт самолёт совершил 5 декабря. После выполнения 7 полётов испытания были приостановлены для доводки самолёта и мотора. Самолёт имел 4 ограниченно-подвижные крыльевые пушки ША-3 конструкции ПГ-шпитального калибра 23 мм с боезапасом 900 снарядов. На верхней оборонительной установке ИВУ-11 установили подвижную пушку ША-3 с боезапасом 200 снарядов. Бомбовая нагрузка 400 кг размещалась в центроплане в четырёх универсальных бомбовых отсеках. На внешних держателях допускалась подвеска двух бомб калибра 500 кг. Под плоскостями устанавливались четыре реактивных орудия ОРА-132. Крыльевая подвижная пушечная установка была разработана в ОКБ или Ушина. Она позволяла в полёте ставить пушки в два положения, под углом в 22 градусов вниз для обстрела наземных целей с горизонтального полёта, или горизонтально, для обстрела наземных целей с пикирования. Наработки Мужаровского и Веневедова по ОКБ не использовались. Как отмечалось в документах, главный конструктор Ильюшин при создании нового самолёта-штурмовика Ил-20 не счёл возможным применить ОКБ из-за её конструктивной сложности и громоздкости. Другой особенностью самолёта являлось применение тепловой противообледенительной системы, источником тепла в которой служили бензиновые нагреватели. Нагретый в них наружный воздух поступал в носки крыла и стабилизатора. Комплекс пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования самолёта вполне обеспечивал применение штурмовика в сложных метеоусловиях одиночной и в составе группы. На Ил-20 устанавливался четырёхлопастный воздушный винт аварийный выход 30А диаметром 4,2 метра. Лётные данные оказались не выше Ил-10. Опытный Ил-20 уступал серийной десятке по максимальной скорости полёта, на 57 км в час у Земли и на 36 км в час на расчётной высоте. По скороподъёмности – на 29%, по манёвренной перегрузке – на 8,5% и немного – на 5% по длине разбега. К тому же сильный шум и вибрация от работы мотора в кабине лётчика затрудняли использование радиосвязи и наблюдения за показаниями приборов. Самолёт Ил-20 был лучше Ил-10 лишь по дальности полёта, почти в 1,4 раза, и несколько в посадочной скорости, на 4%. Вследствие низких лётных данных, невыполнение требований по вооружению и недоведённости мотора М-47 решением Совета министров СССР от 14 мая 1949 год работы по Ил-20 приостановили, а самолёт законсервировали.